Начало 20-го столетия получило в истории русской культуры название Серебряного века. Этот период ознаменовался особым всплеском в истории искусства и культуры, демократизации жизни, атмосферой свободы и творчества, которая проявилась и в воспитании детей. Существовало несколько производств, которые были направлены только на детскую аудиторию. Фабрики делали игрушки, издательства печатали детские книги и журналы, в театрах начали ставить пьесы специально для детей. Открытка не стала исключением. Множество познавательных, знаменательных сюжетов мы можем найти в почтовой открытке, и многие стороны детского быта также нашли в ней свое отражение. Редкий художник в своем творчестве не касался темы детства. Билибин, Бенуа, Кустодиев, Серов, Серебрякова обязательно рисовали портреты детей. Мы чувствуем атмосферу, в которой росли эти дети. Видим детали ушедшего быта и чувствуем нотки ностальгии по тому утерянному безраздному ушедшему времени. Что же вспоминается с особой нежностью и с теплотой? Конечно же, это праздники с подарками и с игрушками. Александр Бенуа вспоминал «Боже мой, какой гадкой, эгоистической любовью я любил бедную мою крестную тетю Машу, очаровательную старинную старушку в шелковом платье с наколкой на голове. С какой страстью ожидал я прихода в дни рождения именин на елку, на пасху, и с какой жадностью бросался на ее редикюль, в котором, наверное, лежала бы для меня какая-нибудь коробочка». Очень много открыток, которые так или иначе связаны с детством, с использованием образа детей. Это продавало особую теплоту, определенную оригинальность и определенную доброту, скажем так, открытки, потому что, естественно, человек, покупавший открытку с образом ребенка, по-другому немножко относился и по-другому писал письмо даже, может быть. «В праздничные дни на Рождество и Пасху, на День Ангела дарили подарки. Обязательно. Их получали все. И дети из высших аристократических слоев, и дети из бедных семей. Это было обязательно. В вербное воскресенье традиционно на Красной площади устраивался вербный базар, где можно было купить не только вербу, но и множество игрушек и другого красного товара. А на Пасху устраивались и веселые игры, и игрищи. Конечно же, это было множество вкусностей, которые так радовали детей после долгого поста. Музыка. 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 Действительно, в эти праздничные дни детская жизнь окрашивалась особыми красками. Это игры, в которые играли на Пасху и на Рождество. Это удивительные радости, которые приходили вместе с Рождеством и зимой. Нарядная елка, катание на коньках, на санях, катание на лыжах. Музыка. Безусловно, большую часть детской жизни составляли не праздники и игрушки, а учебные будни. Замечательно, что открытки играли в этом не последнюю роль. Наряду с букварями, книжками, именно открытка была большой частью детского досуга. И подтверждение это мы находим во многих воспоминаниях детей и взрослых. Открытки бережно хранились в кабинетах взрослых, в альбомах детей, которые с особым упоением перебирались и рассматривались часы досуга. Интересно, что были даже особые тетради, которые позволяли деткам почувствовать и постигнуть почтовую грамоту, где они учились заполнять адресную сторону, правильно писать адрес, правильно писать обращение. И сохранились эти замечательные образцы, где написано этим неуверенным, детским, немножко корявым почерком. Обращение к крестным родителям с поздравлениями, празднику или просто с весточкой из дома. Любопытно, что некоторые образцы вдохновляли молодых художников на творчество. И наряду с текстами мы можем увидеть забавные рисунки. В эпоху, когда не было телевидения, открытка играла одновременно роль и няни, и учителя, мультфильмы и забавные игрушки. В те годы издавалось огромное количество открыток с иллюстрациями к произведениям русской классики, к произведениям Крылова, Пушкина, Ершова. Эти открытки пользовались особой популярностью. И сюжеты для них создавали Билибин, Воснецов. Особой любовью пользовались иллюстрации к сказкам. На старых открытках не единожды была увековечена императорская семья. Глядываясь в нее, мы видим обычную большую семью, дружную с самыми простыми радостями. Они радовались таким же игрушкам и праздникам, как обычные дети из простых семей. Они любили кататься на велосипедах и на осликах, кататься на маленьких санях и играть в игрушки. Детская тема, она имела еще свое определенное рефрен, свое определенное отношение к взрослым, к серьезным представлениям. Это не открытка, скажем так, исключительно для детей. Вот тут надо просто различать открытка для детей и открытка на детскую тему. Вообще детский образ довольно часто использовался. Он использовался, скажем, ну была такая серия открыток. По всей вероятности, она выходила где-то в начале Первой мировой войны. Дети играют в войну, играют. Одни представляют Россию, другие представляют Германию. Очень часто детский образ использовался для того, чтобы представить русский костюм, национальный костюм, древний костюм, скажем, боярский. Это тоже достаточно часто встречалось. Изображения детей очень часто использовались в рекламе. И прежде всего в рекламе детских товаров. Товарищество Проводник, крупнейший производитель галош в начале века, рекламировал резиновые мячи и игрушки. А детский журнал «Малютка» предлагал подписываться на журнал для своих детей. Нам это название ничего не говорит. А между прочим, именно в этом журнале в 1903 году впервые был опубликован текст всем известной песни «В лесу родилась елочка». Еще этот журнал известен тем, что для иллюстрирования его приглашались самые выдающиеся художники того времени, среди которых была Елизавета Бем. Можно сказать, что именно Елизавете Бем мы должны быть благодарны за возрождение очень тонкого и стильного искусства силуэта, которое она часто применяла при создании детских открыток. Открытки с очаровательными головками детей были безумно популярны. Созданные в русском стиле, они создали моду на этот стиль. И многие художники подражали этой манере. И эти открытки раскупались десятками, сотнями и были популярны даже за рубежом. Целые жанровые сцены разворачивались вокруг пословиц и поговорок. Все удивлялись, откуда она черпает вдохновение. Все это не случайно, потому что Елизавета Бем выросла в Ярославской губернии. Именно там прошло все ее детство, где она видела, как живут обычные простые дети. Христово воскресенье всем на весеннее. Хотелось многое сказать, да не знаю, как начать. Начало трудное, а конец мудрой. Из малого уходит великая. Кто о чем, а мы о своем пишем. Зай, снежок, о, же лыжок. День пребывает, когда это бывает. Солнце печет, липа цветет. Жуж поспевает, когда это бывает. Пустые поля, мокнет земля, дождь поливает, когда это бывает. Снег на полях, лед на реках. Юга гуляет, когда это бывает. Писали весь день до вечера, а читать нечего. Сказали бы и словечко, да медведь недалечко. Это был очень интересный стиль. Потому что многие довольно художники рисовали именно вот такую, скажем так, она и детская тема, и она одновременно не детская. Потому что там же довольно такие мудрые высказывания этих детишек. То есть через детский образ, через детские глаза, там красивые лички и так далее передавались достаточно серьезные вещи. Но очень многие открытки с изображением детей действительно представляли собой настоящие произведения искусства. Это действительно были прекрасно нарисованные, прекрасно образно поданные художественные произведения, которые сегодня можно вполне рассматривать как достойные, достойные, так сказать, подражания для современных художников образцы открытки для детей и продетей. В начале 20-го столетия для самой требовательной детской аудитории работали лучшие художники того времени. Благодаря их таланту художественная открытка с раннего детства у ребят воспитывала хороший вкус, обучала и открывала мир, даря много радости и тепла детям и даже их родителям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова